Сценические костюмы героинь нашего следующего сюжета, как правило, называют блестящими. И на это есть свои основания. Далеко не первый раз этот женский коллектив радует нижегородцев своими выступлениями. Группа «Блестящие» приехала в Нижний Новгород. Нашему корреспонденту Евгению Калинину девушки дали эксклюзивное интервью. Перед приездом в Нижний Новгород девушки из группы «Блестящие» спали всего 4 часа. Но они благодарят наш город за хорошие гостиницы, где они смогли отдохнуть. Погулять по городу из-за нехватки времени не смогли. Но вот посмотреть на Нижний из окна получилось. К сожалению, сегодня мы насладились только пейзажем из окна. Ты открывала в окне и наслаждалась? Да, я. Ксения Новикова говорит, что ее город очень нравится. Девушки всегда на гастролях, поэтому редко бывают дома. Но признаются, в офисе сидеть еще хуже. И эта рутинная работа не для них. Тем более, что коллектив у них очень веселый, поэтому они никогда не скучают. Кстати, «Блестящие» поделились своими планами на будущее. Ну что, песни 7 у нас ездили? Ну да, в общем, надеюсь, скоро мы закончим наш новый альбом. Выберем, наконец-то, песню, на которую снимем клип. И в скором времени надеемся, что все это увидят, и мы в том числе. Напомним, что за 17 лет существования группы у нее сменилось 14 солисток. У каждой сложилась своя судьба. У кого-то даже не в шоу-бизнесе. Сейчас в группе 4 девушки. Ксения Новикова, Марина Бережная, Надежда Ручко, Анастасия Осипова. К сожалению, про свою личную жизнь девушки ничего не рассказывают. Но специально для нижгородских мужчин они открыли один секрет. Нижгородские мужчины, мы счастливые женщины. Скоро Новый год, и девушки рассказали, как лучше его отметить и с кем будут отмечать они. Главное – отличное настроение, и чтобы каждый день проводили, ну, вы проводили с любимыми друзьями, с родителями, в общем. Вот, а мы будем проводить Новый год. Вот такой компанией. С любимыми друзьями. С родителями. Евгений Калинин, Дмитрий Платунов, служба Настей Город.